Накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Генеральная Ассамблея ООН приняла решающий документ – резолюцию с призывом к России остановить боевые действия и вывести свои войска из Украины. Теперь любые мирные предложения, которые могут звучать от того или иного государства сейчас, завтра, послезавтра, через месяц, они должны находиться в рамках резолюции и отвечать ее ключевым параметрам. И то, чего нет в резолюции, будет очень трудно им продать. Проект резолюции по установлению всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине поддержало 141 государство. Только семь стран, включая саму Россию, выступили против. И это при том, что представители федерации, как утверждают украинские дипломаты, кулуарно пытались убедить страны глобального юга, Ближнего Востока и Азии голосовать против документа. Мы подтвердили, что мир должен основываться на фундаментальных принципах устава ООН – суверенитете, территориальной целостности и неотъемлемом праве на самооборону. 141 страна подтвердила свою приверженность борьбе с угрозами энергетики, финансам, окружающей среде, продовольственной безопасности, ядерной безопасности, которая несет с собой российская война. За основу резолюции взяли украинскую формулу мира. Ее президент Владимир Зеленский представил на саммите J-20 в ноябре 2022-го. Я хочу представить наше видение пути к миру, как его можно достичь. И не только для нас, но и для всех вас, ваших союзников и партнеров. Не стоит предлагать Украине компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью. Мы уважаем правила, и мы люди слова. Украина всегда была лидером миротворческих усилий, и мир это видел. Если Россия говорит, что будто бы хочет закончить эту войну, пусть докажет это действиями. Формула мира состоит из десяти пунктов. Их очередность принципиально важна. В первых трех речь идет о вопросах, актуальных для всех жителей планеты, а именно радиационной и ядерной, продовольственной и энергетической безопасности. В следующих пунктах плана освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка, вывод российских войск и прекращение боевых действий. Трибунал для военных преступников – седьмой пункт формулы, как и разработка механизма компенсации за ущерб, нанесенный Украине российской армией. Восьмой пункт – противодействие экоциду. Последние два – гарантии безопасности и, наконец, фиксация окончания войны. Оно будет важно для начала уже непосредственной процедуры разработки и дальнейшего внедрения конкретных механизмов и инструментов, которые позволят, во-первых, привлечь Российскую Федерацию к ответственности за все те преступления, которые она совершала, и, во-вторых, они станут определенной базой для создания уже практических структур того же международного трибунала, про который мы достаточно давно уже говорим и работа над которым ведется. Такие документы, как резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций имеют не только практическое, но и символическое значение. Принятие документа в очередной раз доказывает, что, вопреки утверждениям Кремля, союзники Украины – это не только западные страны, а мир не устанет поддерживать Украину.